Грудкина и Сергей Иванович Жадин. Они договорились, что сегодня выступает Татьяна Анатольевна. Пожалуйста, Татьяна Анатольевна. Не, ну конечно. Пожалуйста, мы слушаем Татьяну Анатольевну. Хотелось бы, может быть, для тех, кто не знает, не слышал, напомнить, что партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить число льготных категорий граждан по взносу на капремонт, по оплате взнос на капитальный льгот. Последние две недели в партии «Единая Россия» организовано был сбор подписей. По Москве собрано более 150 тысяч подписей в поддержку данной инфекции и принятие закона. На прошлой неделе в нашем районе также проходило расширенное заседание полицовета, на котором я принимала участие. Присутствовали первичные организации, присутствовали пенсионеры, ветераны. То есть те жители и собственники жилых помещений, которые оплачивают данный взнос. И заинтересованные, наверное, больше нуждаются в поддержке, нежели работающее население. Хотелось бы пояснить, для кого категории, какие расширять планируются. Это возрастная категория от 70 до 80 лет, неработающие граждане и одинокопроживающие, которым планируется предоставлять скидку 50% по оплате взносов. И полностью освобождать от уплаты взнос на капремонт лица старше 80 лет, также неработающим и одинокопроживающим. Еще хотелось бы отметить, почему городское отделение «Един Россия» поддерживает данную инициативу. В федеральном ценодательстве такое право предусмотрено. Никому из регионов это в обязанность не обвиняют. Поэтому все траты по компенсации, по возмещению оплаты взнос на капремонт будут лежать на бюджетах региональных. Здесь московское отделение все-таки считает, что необходимо поддержать наше население. И принять такой закон, я думаю, что многие согласятся, что в нынешней ситуации этой категории населения наша поддержка нужна. Партия «Единая Россия» намерена внести эту инициативу на рассмотрение в Мосгордуму.